доехал я до траншеи с прошлой недели пытаюсь сделать стык грунтовой линии а все никак почему никак потому что мы не могли найти этот приямок мы его искали вон там возле парковки в 20 метрах отсюда лазили с мастером ногами шерудили шерудили он говорит не может быть где был здесь горит точно здесь снега видите навалило сколько потом он туда сам пришел нашел таки этот приямок и вчера он пригонял сюда трактор чтобы прочистить потому что снега тут блин к суда тащить генератор у них чё трактор стоит рядышком представляете да сколько здесь смыть и вон по капот по капот снега туда вплотную подъехать что палатку поставить генератор потому что морозит с такой ух утром двадцаточку жарит конечно кабель тонкий я после того как он нашел этот приемок я вот туда приезжал вытащил этот кабель из-под поддонов потому что чтобы он чуть чуть хотя бы видите на солнце отогревается моментом сейчас посмотрю метки на кабели мне нужно будет сориентироваться так что у нас тут за кабель оптический кабель сейчас посмотрим окей кабель представляете ну вот только на форуме недавно обсуждали что за кабель окей кабель я еще удивился думаю тоненький мне говорили чтоб типа трансвок броня я сейчас пришел думаю чё за кабель понятно ну чё какой год 20 свежий кабель 2 на 48 волокон всего так отвлекся и о чём о чём там еще есть один большой приемок у метров 30 длиной там стык кабеля шипе полиэтилен 10 киловольт это я стою на кабели сейчас на траншеи десятка здесь но она не запущена потому что там еще откуда питание где на подстанции мы работали там еще не падали еще напряжение а там в той траншеи еще есть один стык вон отсюда не знаю метров 500 600 наверно там прокол по дороге был и там разрыв делали а там они кинули в эту траншею этот кабель концы и там залила водой в общем и они его не могли откопать я не знаю как они делали сейчас пойду посмотрю сказали там два конца по четыре метра я надеюсь что маркировка будет видно мне чтобы определить какой где конец кабеля потому что кроссы еще не сделаны по краям там тоже не заведены концы еще там переходы надо будет делать там диэлектрическим кабелем нужно будет заводить с одной стороны на подстанцию вот в этот шкаф где я варил там вообще никак броню даже с разрывом никак там только диэлектрик с другой стороны он там где краны стоят там рпшка там тоже один кросс и мне нужно будет концы пометить бирки поставить я еще наверное тут мпз не предусмотрены проектом и я наверное поеду куплю какие мешки от строительного мусора заверну эти муфты на всякий случай на всякий случай ладно поеду сейчас другую точку смотреть а потом буду думать буду сегодня работать или завтра с утра завтра с утра холодно утром блин жутко холодно я сюда тоже пешком добегал ну блин по колено думаю затаскивать сюда оба главное не застрять офигеть выше крыла снега вот они хвосты нормально чё вот вторая . хорошо хвост их нашли нет они как-то видите отапливали тут лед был ну да видно таскали сюда горячую воду и земли его выковыривали тут еще кабель отшитый полиэтилен тут стык должны делать и вот здесь видимо разъединитель будет так ничего место нормально хватает тут чуть почищу чтоб палатку сюда подвинуть смотрите какая сегодня погода хорошая просто ясно я бы даже сказал тепло уже кабель достал смотрите на грунтовых линиях никогда не обрезаю не подравниваю ну смысла в этом нет все равно все в траншею кинется еще засыпется ну естественно если за этот хвост тянут там или еще как-то он вытягивается обрезать надо чтобы мало ли там волокна будут подломаны ну тут его руками растягивали поставил столик струбцину которую некоторые не любят помогает муфтам только один тут два вода в комплекте идут и вот такая будет на термоусадку полностью закрываться нравятся мне такие муфты забыл флешку сегодня на рекордеры поэтому так с мобилы чуть поснимаю тряска будет взял заезжал сегодня термоусадки чтобы увеличить диаметр кабеля потому что окей кабель тонкий очень я боюсь что комплектные термоусадки которые сюда вот есть они тут а ну тут тоже были вот они я думал там их не будет сейчас сейчас про деталь сейчас лихо экономит на всем думал убрали маленькие ну ладно поставлю эти увеличу немножечко диаметра кабеля все приступаю так муфту муфту закрепил столик стоит столик липкий такой еще лед поэтому он тут вообще не держится так кабель как я и сказал окей кабель тонкий я думаю что он где-то около наверно блин 10 миллиметров наверно а тут термоусадки видите какие 40 12 и даже та который увеличивает диаметр которая шла в комплекте видите 19 5 ну сколько она даже если она даст еще толщину в один миллиметр с одну из двух где-то будет 12 но знаете так себе так себе поэтому я все-таки не зря заехал еще вот китайский туда закинул вот так вот на каждый кабель потом закинем вот эти у надо в обратной последовательности ну я их потом протащу термоусадки эти сторону отложим у теперь чуть-чуть колпачки надо вот эти колпачки вот так 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 вот Стол болтается. Поэтому сделаем так вот, хоба, мусор потом соберу. Главное палатку не спалить. Криво отрезал, ну ладно, сюда наверно сразу. Так, теперь надо гайки. Так, теперь надо гайки. Нужно, конечно, тут изоленточки подкрепить. Гайку. Чемодан ночевал в машине. Все замерзло. Тем более это лента Теса. Так себе лента не берите. Я взял попробовать. Вообще для наших нужд вообще не годится. Дубовая как камень и не клеится нифига. Дубовая как камень и не клеится. Я сильно много разделывать не буду. Так, по два оборота. Так. 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 Болгарку забыл. Обычно я делаю болгаркой так жиг. Пилкой, конечно, безопаснее. Все. Пошли трескаться. Сейчас. Вторую чуть-чуть побольше. Тихо. Пошли трескаться. Пошли треском. Видите, надпил делаю небольшой на броне. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да... Ну, кабели начали делать, а... Потом еще говорят, что... Типа, что вы дроп применяете? Да это разницы никакой нету... Ну, это, к слову сказать... Да, марка OK кабель, это бюджетная марка. Было бы удивительно, если бы они сделали... Грунтовый кабель по всем канонам... Ну, зато дешево... Наверное... По сравнению с интабром-то по-любому дешевле... Так, эту сторону... Займемся другим... Займемся другим... Займемся другим... Займемся другим... Займемся другим... Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Под столом тепло Сейчас чуть-чуть Скалыватель, чтобы в себя пришел А то ледяной Субтитры сделал DimaTorzok 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 Смотрите, какая программа стоит Варил многомод Успел убрать Ой, нет, забыл убрать Так, сейчас Я, кстати, ни разу не проверял Что будет, если сварить одномод На программе от Multimod Даже как-то в голову не приходило Слабая дуга написал это видимо батарейка то что замерзшая хотя она полностью заряжена так сейчас мы делаем следующее мы не будем оставлять эту эту сварку сейчас мы заходим выбираем полностью авто пускай будет так авто и нагреватель убираем на сороковку таким вот образом делаем сварка удивилась наверно типа ты же не 1 мод подпихиваешь программу многомодовая и не сказала ни фига помыть так что еще роботы пока еще так еще век людей а а а а а а а а не запачкал нет посмотрим запачкал но она мне показывает многомод это чё за кабель то здесь так я чё-то не понимаю в чем прикол тут дистанция блин два километра ну ка еще раз авто стоит да вот эти вот это очень похоже на многомод офигеть 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 так ну ка сейчас я обзвоню пусть туда так сейчас было два звонка другу два звонка другу друг говорит у него такое тоже бывало глюк сварки она ночевала в машине замерзла как собака может быть там микроскопы может быть я туда сейчас лезть не хочу палочек этих нет ушных чтобы почистить ну я три раза переваривала она три раза пишет типа это многомод многомод так что сейчас еще раз тогда попробую вот она погрелась немножко многомод пишет многомод да это чё то видимо микроскопы запотели сейчас определила как биф в общем сейчас он приедет сейчас он приедет сейчас он приедет ну чё включим тогда обогреватель включим обогреватель будем греть аппарат еще это этого это это Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Биф Потом начала определять как биф и сингл мод Но два сингла ни разу не показала Наверное все таки замерзла Первый раз с этим сталкиваюсь Обычно в сварке гриви никогда их не оставляю Ну это я сейчас посмотрел У него скорее всего Микроскопы пыльные Я их не протирал Когда менял электроды Потому что была мысль что эти электроды У меня не новый пакетик был открыт Я думаю сейчас поставлю их Поварю немножко, посмотрю по состоянию Потом возьму новый пакетик Распечатаю Я наверное так и сделаю И заодно почищу микроскопы Ну вот Не знаю что это было Буфту сейчас закрою Такая у меня термоусадка есть Если что ремонтная Если там будут большие затухания То я естественно Тогда залезу сюда Ее еще закапывать не будут И тогда переварю Ну что поделать Вот такие вот приколы Бывают в нашей профессии Так А пусть немножко включенная тут постоит Сейчас она согреется Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Если честно, первый раз вижу, чтобы эти кольца плохо садились... Продолжение следует... Продолжение следует... Такое ощущение, что это прям... Подделка... Так, пока сейчас... Ленточки мотну сюда... Продолжение следует... 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 да не сейчас до последнего последнюю кап я чувствую я так чувствую за эту работу деньги увижу только к лету наверно такая у нас профессия чего поделать она у всех не в январе за июнь заплатили за тот год вот теперь сейчас 1 прикатил за лету сажать он еще и первое чем зажать то большой термоза я тебе говорю туда не хватит я даже не чистим то я к нему куда эти дома баллон кончился то у меня спирт кончился я в грабцево в технопарке был гостиницы новые этих питательных спирт кончился у меня вообще спирт кончился сварить два волокна спирта нет ты представляешь как это вообще то есть у меня у меня закончится я думаю забыл заправить ну понятно тоже покатил нормально кто ж нам уже поможет как у нас сами покатил и три не знаю почему я уберу это в связь труди так ну я вообще до этого я все время покупал в магазине а в с или а б а б с а вы а вы с электро в там в зависимости от метража и ширины да там от по моему от 400 до 1800 муфту сделал кабельная вода заплавил газ у меня кончился практически вот андрей приехал сейчас буду у него газ ты тоже у тебя газа тоже ну у тебя побольше силами до здесь тоже чуть-чуть час двух баллонов нам хватит будем надеяться что стыки нормальные получились в пределах нормы потому что не знаю сварка видимо замерзла первое волокно показывала многомод я его переваривал много раз многомод и многомод остальные показывала биф и сингл мод наверное так мороз действует на микроскоп и сейчас привезу ее оставлю чтобы отогревалась не знаю говорил это или нет пока запись велась на гупроху гупроха села я электроды менял и мне показалось что они уже эти электроды бушные не знаю как так не подписаны у меня остались а есть еще один пакетик с новыми я решил те поставить посмотреть как будет работать или нет ну наверное все таки поменяю заодно почищу микроскопы вообще там надо ее будет почистить сварочку что-то были сейчас насыпано на нее много там не замечал раньше так так сейчас зачищу эту муфту наголовник и будем усаживать вот такую вот здоровую термоусадку ее надо вот так где-то середины андрей поможет а может быть еще и горелку твою две горелки попробовать давай в две горелки будет надежнее а то сейчас все замерзшая сейчас мы тут будем этой горелочкой еле-еле отрубаешься